МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты готовятся к очередной 51-й сессии Городского совета. В настоящее время на въезде в город установлен комплекс «Дозор». Въезд в город под видеоконтролем. Улыбка лечит, она решает все проблемы, что сегодня доказали наши дети. Дошкольникам о русских народных традициях. Наши волейболисты очень волновались. Сначала они начали хорошо, а потом все-таки сказалось разница в классе. Олимпиада, трудовые резервы продолжается. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Всего две недели остаются до завершения декларационной кампании в 2018 году. В обязательном порядке отчитаться о полученных доходах должны индивидуальные предприниматели, главы крестьянских хозяйств, адвокаты и частные нотариусы. Также должны заполнить декларацию лица, получившие доходы от продажи имущества, сдававшие жилье в аренду, выигравшие в лотерею или на ставках в букмекерских конторах. Предоставление налоговой отчетности для них является обязательным. За нарушение сроков предусмотрен штраф в 1 тысячу рублей. 19 апреля прошло совместное заседание постоянных депутатских комиссий городского совета. Какие вопросы будут вынесены на очередную сессию, мы расскажем в нашем следующем сюжете. Комиссии планово-бюджетной по налогам, финансам и инвестиционной деятельности по вопросам комплексного развития города, городского хозяйства и экологии на совместном заседании рассмотрели 10 вопросов. На очередной 51-й сессии депутаты будут принимать решения по следующим из них. Будет назначена дата публичных слушаний об исполнении бюджета за 2017 год. В правила городского землепользования и застройки внесут изменения согласно законодательству. Рассмотрят вопрос о присвоении общежитию 180Б в 6-м микрорайоне статуса жилого дома. Решением Горсовета будет утверждена стоимость платных услуг Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Также депутаты рассмотрят ситуацию в городе по отлову и содержанию бездомных животных. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в этом году 2 млрд. рублей на предоставление регионам субсидий для внедрения медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Смоленская область получит на эти цели 18 млн. рублей. Превышение скорости или несоответствие её конкретным дорожным условиям является одной из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых ежегодно гибнут и получают увечья участники дорожного движения. Сотрудники дорожной полиции ведут борьбу с нарушителями скоростного режима регулярно. Теперь к ним на помощь пришли и новые технологии. Самое страшное на дорогах как для пешеходов, так и для автомобилистов – это лихачи. Именно по этой причине чаще всего происходят ДТП. Как правило, дорожно-транспортные происшествия данной категории имеют высокую тяжесть последствий и большой процент погибших в них людей. Борьба с лихачами ведётся ежедневно, а теперь ещё и ежечасно. В помощь сотрудникам ГИБДД пришли и современные технологии. В настоящее время на въезде в город установлен комплекс «Дозор», который ведёт регистрацию въезжающего и выезжающего автотранспорта, также производит фиксацию превышения скоростного режима. Данные с видеорегистраторов отправляются напрямую в Смоленск в расчётный центр. Оттуда к десногорским нарушителям будут приходить письма счастья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В детских садах с ранних лет знакомят маленьких десногорцев с обычаями и традициями русского народа. О том, как это происходит, в нашем следующем сюжете. Духовно-нравственное воспитание – одно из главных направлений в дошкольном образовании. В детском саду знакомство с христианскими традициями, обычаями и обрядами проходит на утренниках. Для этого воспитатели создают целую инсценировку праздника. В воскресенье мы встречали замечательный праздник, а сейчас идёт Святая Десница. Десять дней мы говорим о празднике, о возрождении. Мы говорим о жизни, мы говорим о любви. И я хочу сегодня вас поздравить. Поздравить вас с Пасхой и поздравить вас, наконец-таки, с весной. Ну и какой же весенний праздник в старину обходился без песен и танцев. Именно им в детском саду «Дюймовочка» посвятили целое мероприятие. На день танцев к ребятам прибыли сказочные гости – король, королева и их дочь, маленькая принцесса. Дети познакомили иностранцев с особенностями русского народного танца и показали элементы современного. Как считает руководитель детского сада «Дюймовочка» Раиса Павловна Цыганкова, прививать любовь к родине, к традициям и обычаям русского народа необходимо начинать с дошкольного возраста. Это уже традиционно, и поэтому родители уже знают и всегда спрашивают, а когда будет праздник танца. И такие мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание наших детей, у нас проходят постоянно. На самом деле в нашем саду проходит очень много мероприятий, они все у нас радостные, торжественные. Сейчас вот был у нас последний праздник танца, конечно, для нас это все трогательно, тревожно и волнительно, потому что это был последний праздник, к сожалению, в этом году, то есть и мы готовимся сейчас к выпускному. Каждый праздник – это просто потрясающе, волшебно, великолепно. Такие яркие и веселые мероприятия остаются в памяти каждого ребенка надолго, а полученные знания остаются на всю жизнь. С Малинской области третий раз присоединилась к всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». С 17 по 23 апреля старшеклассники и студенты посещают промышленные предприятия региона, где знакомятся с особенностями инженерных и рабочих специальностей. Студенты Десногорского энергетического колледжа принимают участие во Всероссийской олимпиаде трудовые резервы. За плечами наших ребят немало побед в различных видах спорта. 18 апреля они на своей площадке принимали гостей из Рославля и Рославского района. В этот раз студенты соревновались в мастерстве игры в волейбол. Поиграть в волейбол к десногорским студентам прибыли команды из Рославского многопрофильного и Козловского аграрного колледжей. Всего в этом виде соревнований приняли участие пять команд. Игры проходили по круговой системе. Среди юношеских команд лидером соревнований стала команда Рославского многопрофильного колледжа. Среди команд девушек лучшими оказались студентки Десногорского энергетического колледжа. Разница в подготовке чувствуется, что в Рославле намного сильнее команда. И в тактическом даже больше плане, чем в техническом. Наши волейболисты очень волновались. Сначала они начали хорошо игра, потом все-таки сказалась разница в классе. Но чем больше соревнований будут проводить таких и областных, и местных, и других непрофильных соревнований, тем будет выше класс. Впереди у ребят еще соревнования по двум видам спорта и зональные соревнования в Смоленске. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова